Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть в фермер-симулятор 15-й. У нас сегодня созрели все поля буквально. Ну, вон то у нас силосное поле дозревает. А так все созрели, и нам сегодня предстоит с вами большой кусок, большой пирог, будем так говорить, для работы, да? Потому что работа у нас с вами в радость, буквально в радость. Вот почему я сейчас хочу просто-напросто проехаться рядом с нашим Костиком. Так, дай бог только памяти вспомнить, где тут что включается. Я уже так давно сюда не садился, за руль, что уж и не помню толком. Так, мы переключаемся, включаем, вот оно. Все, хорошо. Вспомнил. Фермер называется, да? Все за него делают работники, что он уже не помнит, где тут что нажать, чтобы все заработало. Так, но тем не менее, мы с вами работаем. Работаем, едем, сидим за рулем в теплом, мягком кресле. Здорово. Кондиционер у нас с вами работает, музычка играет. Короче говоря, перспективы просто радужные у нашего фермера, у нашего фермера и его фермерского хозяйства. Да и у работников наших тоже. Почему нет? Почему им не быть радужными, да? Согласитесь. Платят хорошо, все свои, так скажем. Вот, даже если где-то что-то там, кто-то приболел или сегодня ему просто неохота идти на работу, ну, так подошел к своему, слышь, Степан, я тут сегодня, что-то у меня там, короче говоря, не камильфо как-то, настроение, можно я не выйду? Да не вопрос. Завтра отработаешь. Так, ладно. Все это, конечно же, здорово. Доедем мы сейчас с вами до конца этого поля. Тем более, что часто меня просят, чтобы я посидел за рулем. Вот он, я сижу за рулем, за ручками, рукоятками, кнопочками и всем остальным. Представьте, если бы это был настоящий симулятор. Не такой вот аркадный симулятор, все-таки это аркада, согласитесь. А вот симулятор, вот именно комбайна, вот скажем, вот такого, да? Когда нужно нажимать все эти кнопочки, все рукоятки, все нажимать, это было бы нечто. Тут мне кажется, что без чашки кофе крепкого просто не обойтись было бы, согласитесь. Так, где-то там родной подъехал. Дальше у нас поедет Иваныч. Он уже тут мнется, уже трется, говорит, ну давай, да я, да я, я так люблю это, это дело. Ладно, давай, Иваныч, езжай. Тем более, что действительно, это дело на Биг нашем Икс, на Кроне на нашем, это просто, это не работа, это наслаждение какое-то. Смотрите, один проезд, вот такая вот деляночка, да, у нас чистая. Еще один проезд, полболя. Короче говоря, красота. Красота-то, красота, но нам с вами нужно дальше. Давайте мы перемещаемся, и дальше у нас вот что. Наш Нью Холланд. Тоже красавец, тоже жадка у него просто суперская. И тоже нужно сейчас будет вспоминать, где тут что нужно сделать, чтобы он заработал. Так, раскрываем трубу, раскрываем бункер. Блин, тут такой бункер, что туда, наверное, десяток людей влезет, если бы они пожелали, возжелали туда залезть с каких-то делов. Переключаемся на жадку. Жадку мы с вами, что, включаем? Вот, вот оно как. Включается все-таки не жадка, конечно же, да? А включается у нас с вами комбайн. И что здесь у нас? Выключить отделение саломы? Нет, не надо выключать. Все верно. Все у нас вот так вот должно с вами работать. Вот, единственное, что здесь я буду... Ну, я-то посижу, конечно же, за рулем. Но мы с вами здесь организуем все-таки вот по вот этому курсу работу. Потому как мы знаем, что для этого нужен нам с вами... Нужны маркеры поля, чтобы дальше потом собирали эту салому на силос. Тоже правильно. Поэтому начнем мы с вами вот отсюда. Так, Бигфилд это наше. Да, я полностью согласен, что это Бигфилд. Дальше мы с вами вспоминаем сейчас, что это у нас... Где мы сейчас находимся? Мы находимся на севере и на западе. Северо-запад. И будем двигаться мы с вами на восток. Поэтому стартовый угол с северо-запад. Движемся мы с вами на восток. Возврат, старт. 13 метров согласен абсолютно. Генерируем. По идее, вот отсюда должно поехать сейчас. Мы с вами сейчас все это узнаем. С ближайшей точки, с начальной давайте, со стартовой точки. Как-то вот так вот. Вот он рванул буквально и погнал. Взять пахать, молотить ячмень, да? Будет долгим-долгим твой рабочий день. Я сразу же, вот когда есть такая вот фраза, да? Когда есть слово «погнал» и это все ассоциируется с комбайном, вот сразу же вспоминается вот эта вот песня комбайнера. Трактористы комбайнера. Так, ну давайте мы немножко посидим все-таки. Я думаю, Петрович, который у нас на комбайне не против того, чтобы мы тут тоже... Вот рядом у нас, смотрите, такая вот сиденьница маленькая для помощника комбайнера, да? Но в данном случае для меня, для того, кто нисколько помогает, как мешает ему, наверное. Петровичу напрягает его. Все-таки, когда работник сам сидит за рулем, всегда это лучше. Да и вообще, когда работник все сам делает и нет у него начальника над спиной, да? Даже если этот начальник практически родственник. Так, ладно, все мы соотечественники. Смотрим, едем. Здесь мы видим километры, да? Девять. Или что это? Это же километры? Да, по идее должно. Дальше там вон какая-то... Целая куча, вы видите, да? Тут просто, ну, действительно, что не разобраться. Не почитавший мануал какой-нибудь, здесь действительно не разобраться во всем этом. Вон какие-то еще циферки у нас сами там меняются, непонятные. Сверху. Вернее, внизу. 1897. Вот что бы это значило? Обороты. Потому что я читаю... Короче говоря, это нужно у Петровича... Сейчас его не отвлекать. У Петровича нужно будет спросить как-то. Когда закончится у нас с вами страда вот эта, мы будем сидеть на веранде, пить чай с нашими работниками. И тогда можно будет поспрашивать. А еще лучше, чтобы не опростоволоситься, самому где-то мануал почитать. Чтобы не выглядеть как-то в глазах своих работников каким-то неучим, что ли. Так, ладно, погнали дальше. Нас здесь вот что. Запустить по маршруту с ближайшей точки. Бигфилд Кроп. Согласен. И здесь у нас с вами... Нью Холланд. Естественно. Нью Холланд. Запустить по маршруту. Так, что он думает? Думает, где бы взять комбайна, да? Давайте мы перезапустим цикл. Обычно после этого помогает. Хоть и не всегда, но помогает. И мы видим, что уже полный, да? Практически полный. Вон у него заработали маячки. Выставил трубу. Будем надеяться, что поймет. Поймет наш Квостик с вами. Здесь у нас... Погнал. Вон он, поехал. Второй Костик. Костя. Тот Костик, это у нас Костя будет. Все у нас будут Кости. Как китайцы все, да? Все китайцы на одно лицо и с одним именем. Ли. Так и здесь у нас. Ну и видим, что два прохода. Третий проход. Получается 40... Нет, 59. 59 тонн. Вот такая вот. Штука. Так, я хотел посмотреть, куда мы едем. Проедемся опять же вместе. В этой части мы немножко с вами... Сегодня, вернее. Сегодня мы немножко с вами поездим за рулем. Везде всего. От первого лица, так скажем. Я думаю, что Костик не против. Тем более, смотрите, какое комфортабельное у нас тут сидение. Это удовольствие покататься. С нашими работниками. Так, и едем мы... Ага, вот оно. Вот оно что. Стоп. Здесь у нас Силос. И Силос нам нужен... И я вижу, что следы, да? То есть он вернулся и назад поехал. Это хорошо, что мы сюда с вами заскочили. Потому что у нас Силос... Вот он. Я думаю, что мы вручную пока что поработаем. Мы не будем сейчас переписывать курс. Потому что нам нужно Силос сейчас вот этот убирать. Оттуда. И в принципе можно было бы вот сюда записать. Но мы уберем и будем продолжать с той стороны уже. Так, хорошо. Тем более, что поле вот это вот... Ну мы быстро с вами. Буквально 2-3 раза и все. И готово. Запустить. Нет, не со стартовой. С ближайшей. Все равно он решил... Решил со стартовой почему-то ехать, да? Давай-ка вот отсюда. Ты на заправку, родной? Или куда ты едешь? Так, погнали. Погнали. Может быть он там сообразит. Или где-нибудь вот здесь вот на дороге. Продолжить маршрут. Так, ну едет. Но как-то едет. Что у нас тут на поле? Маневры. Скоростной. Это у нас скоростной называется. В пути. На поле давайте мы добавим, но видим, что да, понятно. Погнали сами. Погнали сами. Короче говоря, сейчас нужно задать нашему работнику, чтобы он продавал силос. Сами мы немножко поработаем тогда вот. Что хотели, то и получили, да? Вот поработаем за рулем. Мана нашего. Так, запустить по маршруту, продолжить маршрут. Что ты... Нет, он так и не понял, да? Что нужно ему сделать? Ну что же, придется тогда самим нам с вами катать. Как-то вот так вот. Окей. Когда бы мы еще с вами тут поработали? Я просто сейчас не хочу разбираться, где тут что у нас неправильно записано с вами. Это будет долго, это будет неинтересно. Так, а что ты останавливаешься, родной? Я далеко, наверное, да? Слишком далеко отъехал. Вот, ну так вроде бы как нормально. Да, вполне, вполне годится. Вот, ну мы сейчас доедем с вами до конца поля и все же попытаемся Костика там организовать на продажу силоса. Также отследить у нас там с вами еще один работает. Иваныч работает с Костиком, да? Чтобы они тоже там сработались как-то. Потому что я так подозреваю, что Иваныч сейчас стоит с полным бункером, а Костик тоже стоит. Не может найти комбайн. Иногда такое случается. Как говорил Форест Гамп, shit happens. Ничего удивительного в этом нет. Доезжаем. Да, 20 тонн, смотрите. Ну, все верно, все верно. Один проход, пол прицепа практически. 40 процентов. Это с учетом того, что там немножко мы с вами начали. Так, разворачиваемся. Давайте смотрим, что у нас тут. Да, тут у нас... Тут у нас действительно было что посмотреть. Так, 35. Что у нас авто? Давайте мы поставим поменьше. Давайте мы сделаем радиус поворота 9. Будем надеяться, что это поможет. Хоть как-то. Подъезжаем, высыпаем. Немножко сыпется вроде бы как... Не туда, но мы видим, что туда на самом деле. Так, и как-то вот так вот, что ли. Рядом бы еще проехаться. Все-таки досыпать до полного прицепа. Вот, хорошо. Ну и вот теперь ты можешь ехать. Да, нашел он комбайн. Нашел все, нашел. Вот единственное, что у него не получилось. Еще так как-то он кругами начал. Вы помните, да, вот некоторое время назад топ-новость была, топ-загадка. Кто делает круги на полях в Англии? Такие аккуратно выложенные такие, там, думали и смерч, там, и НЛО, и вообще хулиганье какое-то. Вот мы теперь с вами знаем, кто делает эти круги. Костик наш. Мы его буквально на горячем с вами застали. Так. Ну, вроде бы как здесь работает. Посмотрим. Вернемся потом назад. Дальше. Прежде чем здесь мы с вами продолжим, я думаю, что Иваныч пока пойдет подкурит там, кофейку дернет, мы попробуем вот что с вами сделать. У нас, я не помню, есть ли у нас тут или нет курс. Если нет, придется нам сейчас с вами его рисовать, сварганить. Сила с 1, сел, вот 1. Сила с 2, сел, вот оно. И сила с 3 у нас с вами нет. Ну, что же, делаем? Давайте делать. Давайте нарисуем Костику, как тут управляться со всем этим делом. Так. Сбрасываем маршрут сила 2, потому что он нам не нужен. И потом останется, когда вот здесь будет полная яма, на 4 записать и все. Начать запись маршрута. Погнали. Вот здесь, как известно, мы с вами пишем, вернее, делаем паузу. Вот она. Так, я, пожалуй, приподниму. И едем дальше. Вот, я думаю, что большинство из вас уже делали неоднократно вот эти вот курсы. Все уже, опять же, в курсе. Такая вот автология, да? Так, и едем назад. Но, тем не менее, мы же тут с вами с Костиком сидим. Мы ему рассказываем. Показываем, как, что правильно делается тут. Так, и поворот, поворот. Такой вот плавненький. Более-менее. Окей. Едем вперед. И там придется нам поворот такой вот серьезный сделать. Мы тогда вот так вот как-то попытаемся с вами так поднять, пожалуй, вот так. И выдвинуть бы, да? Для выдвижения. Вот оно. Погнали. Тут самое главное не сделать крутым поворот слишком, потому что Костик потом не сообразит. Вот. Ну и сюда вот подъехать тоже более-менее желательно правильно. Ну вот как-то так. Так, делаем паузу. Едем назад. Так, и назад. Да, назад. В общем-то вот сюда. Вот так вот. И едем вперед. Где тут у нас будет с вами начало курса. А начало курса у нас немножко мы тут промазали, но я думаю, что Костик сообразит. Как тут? Где тут? Где тут что и как туда, куда ехать? Так, ну по идее все. Вот оно. Мы сейчас с вами все это проверим. Давайте мы его сохраняем. Напишем, что это сила три. И смотрим. Сэл. И смотрим. Так. Ковш у нас тут уже все указано, все показано. давайте смотреть. Давайте смотреть. Сообразит ли Костик вот такой вот на коленке буквально нарисованный в тетрадном листочке. План или нет? по крайней мере набрал он. Дальше он должен сейчас по идее вот этот вот крутой поворот. Не получилось у нас с вами плавный поворот сделать крутой. И самый крутой вот в конце получается. Вот мы видим, что по следам, да? Вот эти вот такие вот стрёмные моменты, где Костик может просто не понять, что от него хотят и остановиться. Вот оно. Вот оно. То, что то, о чем я вам говорил, да? Что вот он ехал-ехал и стал все круто. Слишком крут этот поворот. Ладно. Короче говоря, мы с вами здесь я, вернее, поработаю за кадром, нарисую более-менее такой ровный курс, чтобы сейчас время не отнимать потому, что Иваныч там стоит и у Петровича могут быть проблемы. У многих могут быть здесь проблемы. Не будем мы с вами тратить. Вот, как я говорил. Смотрите. Разворачиваемся. Высыпаем. У нас есть с вами работа и пока что Костик и Силос нас обождут полчасика реального времени. Так, насыпаем полностью. Левее, правее авто. Допускай. Езжай. Вот, он вроде бы как даже было сообразил, но не совсем он сообразил. Немножко проехался. Езжай дальше. Так, окей. Ну, а мы с вами продолжим тогда вот здесь нашу поездку. Давайте мы немножко вот так вот посмотрим, как оно со стороны выглядит. Довольно-таки занятно, согласитесь, да? две единицы топ-техники у нас с вами работают. Наверное, я слишком близко подъехал. Вот так. Красота слаженная у нас с вами работа пошла. Так, ладно, это все здорово, это все прекрасно. Я думаю, что с того курса, с этого поля, которое дальше у нас вон там на горе, у Костика уже проблем не будет отвозить. Во-первых, потому что у нас четвертая силостная яма будет, на третью у нас будет Костик работать, ну и нужно будет нашему Костику, который сейчас разгружает Иваныча, вернее, Петровича, да, вот ему тоже нужно будет ликбез провести небольшой, чтобы у него тоже не было проблем, чтобы он там не подъезжал слишком близко или круги не нарезал, уже все мы с вами знаем, что это никакая не загадка круги на полях, кто их делает, мы с вами прекрасно знаем, поэтому не надо. Костик, не надо этого уже делать, расскажем ему простым и понятным языком, я думаю, что он тоже сообразит в конечном итоге. Так, выставляемся, извини. И вот так вот буквально, смотрите, легко и просто, да, набирается полный прицеп. Ну, довольно-таки быстро, действительно быстро. Я опять же все вспоминаю этот потингер, который у нас с вами тут был. Это было нечто. То ли вот это вот красота. 97, 98, 99 и 100%. Погнали. Так как мы тут с вами сами за рулем, мы можем сейчас срезать вот так вот. Сила суплотнять, да, еще дальше, еще больше. Куда ему уже и так. Сечка здесь не требуется. Да знаю, я знаю, что она не требуется. Ни трава, сечка. как носит. Естественно. 60 кубов, да. Все-таки кубов, не тонн, потому что едва ли тут у одного куба одна тона этой сечки. Все-таки поменьше, я думаю. Но, тем не менее, конечно же, будет носить. Так, мы можем и в первое сейчас забросить. Давайте уже четвертое, да, хотя, хотя нет, нет, четвертое у нас там будет большое поле, оно вот-вот созреет, давайте первое будем забрасывать пока что в первое, потому что четвертое, я так подозреваю, что мы с вами заполним до конца, а поле еще не будет полностью убрано, поэтому лучше сюда организовать выброску. вот, здорово. Погнали дальше, а вот интересно поймет продолжить маршрут. Нет, нет, он куда-то непонятно, куда он собирается ехать. Давайте вот так вот мы с вами сделаем Field Silva 3 загружаем, а здесь у нас крон выбран комбайн, пока что не выбран, продолжить маршрут с ближайшей точки запустить по маршруту. Ах, что ты творишь? Вот, все, поехал. Пока они там соберут полный прицеп, и пока он подъедет, мы с вами еще успеем что-то здесь посмотреть, а именно вот это вот. Что-то у Костика сегодня просто какой-то день не удался, не задался. Вот именно то, что я с самого начала говорил, что да, а можно я сегодня не буду работать? Да, и вот он наверное все-таки решил не работать. Так, ну что там, давай, досыпаешь что ли? ты поедешь или будешь стоять тоже? Ну, 81%, я понимаю, что 81% вот, поехал таки, да? Только куда он поехал? Что ты творишь? Блин, это просто какой-то позор. Так, ладно, смотрим. Так, прервать, перезапустить, остановиться в следующей точке. Поехали, вроде бы как, да? Вот, хорошо. Что-то действительно у них сегодня, у наших костиков не все в порядке. вроде бы как и отдохнувшие, вроде бы как и не целый день работали, но тем не менее бывает. Так, высыпаем, освобождаем и, пожалуй, сейчас мы прервемся с вами на недолгое время. Я проведу с костиками со всеми буквально такой вот небольшой собранице, ликбец такой вот «Как нужно работать», будет он называться. И мы встретимся с вами уже в следующей части и, конечно же, будем все работать. И костики в том числе, везде они будут работать и увидите. Ликбец, я так думаю, что будет проведен успешно. Я буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока. Пока.